В общем, я рад вас всех видеть. Меня зовут Владимир Белоусов. Я живу в Семенково всю жизнь, можно так сказать. Хотя коренной москвич, ну, здесь у меня дача, у родителей моих уже в четвертом поколении на территории сельского поселения Назаревска мы живем. В принципе, откуда меня люди в Назарево знают? Ну, во-первых, я здесь провел всю свою бурную молодость. Ну, и, во-вторых, уже несколько лет мы здесь с местными активистами пытаемся добиться работы властей. Вот несколько лет назад, например, был инцидент с помойкой за гаражами. Вот мы там боролись, добились все-таки, чтобы эту помойку вывезли и в соцсетях про это, и в типичном Одинцово писали и так далее. Некоторые моменты, которые везде присущи в плане разбазаривания местного бюджета, огромные деньги там на спорт, какие-то культурные мероприятия выделяются. Вот, с этим как-то пытались тоже контролировать, бороться, проверять, поскольку у нас, например, той зимой было какое-то по графику и по отчетности от администрации просто огромное количество спортивных мероприятий и биатлон соревнования, там чего только не было. Вот, денежки списывались. По факту, конечно, ну какой биатлон можно в Назарево провести? Лыжной трассы-то нету, они биатлон тут проводили. Вот. Ну и потом, соответственно, уже вот, когда, наверное, активно я начал всем заниматься, это когда начали бороться с городским округом, жители, ну как и везде, на 90% против. И в Назарево, учитывая то, что поселок, в принципе, не очень большой, нам удалось собрать 1200 подписей против городского округа. Ну, учитывая, что население поселения 3600, за минусом несовершеннолетних, получается, большинство населения высказалось против, тем не менее, конечно, наплевали на всех, и городской округ пробили. В связи с этим будут выборы 21 апреля. Вот. Ну и я, насмотревшись на тот беспредел, который творят, давайте не будем на государственный высокий уровень уходить, остановимся на нашем муниципальном уровне. Я считаю, что у нас просто происходит чиновничий беспредел в районе, и я считаю, что с этим беспределом надо бороться. И просто сложа руки, ну, я надеюсь пробиться в Совет депутатов, и каждый житель Назарева знает мой номер телефона. Так сказать, у вас будет свой человек в Совете, которому не надо будет писать письма и получать на них какие-то отписки. То есть я надеюсь представлять ваши интересы, и свои в том числе в Совете. Вот. Ну, кто желает, вот у меня программа лежит, я писал, в принципе, она уже в Одинцово инфо выходила. Я сейчас кратенько на пунктах остановлюсь, чтобы, ну, зачем зачитывать вслух. Основное, то, чем бы я хотел заниматься, и то, что меня не устраивает, это первый пункт, наверное, благоустройства. Все-таки люди сталкиваются каждый день с этим, да, вы идете с работы домой, и хочется идти по красивому поселку, где работает электричество, где нет мусора на дорогах. И это благоустройство, оно должно быть действительно нужно людям. Я считаю, что люди должны в первую очередь принимать решения касательно этого благоустройства. Вот я, например, прошлой осенью, да, я теперь понимаю, зачем это было сделано. Вот здесь вот перерубили весь поселок, разрыли, делали велосипедные дорожки. Да, мы живем в деревне, на минуточку, можно здесь на велосипеде где угодно кататься. Ну, ладно, делали здесь велосипедные дорожки. Я теперь понимаю, зачем, потому что уже в ноябре начался процесс преобразования, и просто нужно было, ну, денежки отбить, потратить, освоить, так сказать, да. Вот, значит, нам сделали велодорожки. Они нужны были? Ну, я сомневаюсь, что кто-то будет на велосипеде, по ним кататься. Вот дачный поселок у нас, да, где все годами катались на велосипедах. Кто здесь будет? Да, за клубом, пожалуйста. Ну, ладно, миллионы, наверное, рублей на это потратили. Вот. Как я считаю, как бы я хотел, чтобы это происходило? Все вопросы благоустройства, они должны решаться именно людьми в конкретных местах по запросу населения. Соответственно, все публичные слушания по вопросам принятия решений, они должны быть максимально открытыми. Люди должны оповещаться заранее, и на них действительно приходить и решать. А не как это было с тем же городским округом, когда люди узнали о публичных слушаниях только благодаря тому, что мы, активисты, эту информацию распространили. Я вот знаю, что в Барвихе, да, где люди боролись действительно с этим, и там власть стала на сторону народа, там о публичных слушаниях знали все. У нас об этом не знал вообще никто. Это неправильно. Дальше про образование. Я думаю, сейчас похоже подойдут родители со школы. Конечно, все слышали, что в школе у нас происходит. Опять же, проблема годами копилась. Это не произошло вдруг резко. Этой зимой потекла крыша. Это происходит много-много лет. И даже сама бывшая директор признала, что крыша протекала на протяжении трех лет. То есть она, будучи директором, три года знала, что крыша течет и ничего не делала. И некоторые люди потом начинают защищать директора, говорить, что вот, вот она хороший человек. Возможно, она хороший человек, но, видимо, со своей работой она не справляется, раз крыша три года течет, она об этом знает. Ну, видимо, должны люди все-таки быть компетентные. И сразу предвещая вопрос о том, как я планирую добиваться строительства новой школы в Назарево и так далее, конечно, я там сам с кирпичами не приду и строить не начну, но именно в компетенции районного совета депутатов будет находиться вопрос верстки годового бюджета, в который мы, как депутаты, будем добиваться выделения средств на строительство новой школы и, соответственно, расходование этих средств контролировать, чтобы не было каких-то безумных трат на проектные работы. Там у нас любят по несколько сотен миллионов на проектные работы выделить, а на само строительство при этом там мало что останется. Это по образованию. Ну, доступность власти для народа. Насколько я знаю и насколько эта информация подтверждается некоторыми сотрудниками администрации, как нас убеждали перед городским округом, что на месте всех существует сейчас администрация, останутся территориальные комиссии. Насколько я знаю, их число будет значительно сокращено. То есть Назаревское поселение, оно значительно меньше Успенского, скорее всего, в Успенском территориальная комиссия останется, в Назаревском вряд ли. Соответственно, по каким-то вопросам, либо в Одинцово, либо в Успенское. Ну, депутаты, как вы знаете, наверное, сами в Назарево, даже вы-то своих местных депутатов Назаревских никогда не видели. А что уж говорить о, когда их станет еще в разы меньше, и будет всего 40 человек на весь огромный район. Я очень сомневаюсь, что кто-то будет встречаться с людьми и так далее. Ну, опять же, меня все знают. Я не собираюсь от вас потом отдаляться. У меня никаких корыстных интересов в районе нету абсолютно и, в принципе, нету. Вот. Поэтому я буду представлять ваши интересы. Так. По вопросу многоэтажной застройки, ну, это все обсуждали. Наш городской округ для этого и создан. Я абсолютно уверен, что сейчас в течение года-двух, конечно, тут не вырастет небоскреба рядом с Назарево. Но, в принципе, на долгосрочную перспективу, учитывая то, что наш Одинцовский район, это, безусловно, самый элитный район под Москвой, и земля здесь самая дорогая, все сделано именно для того, чтобы здесь у нас города выросли. Причем, сами понимаете, сейчас уже кризис, людей денег меньше, сейчас уже коттеджи не так покупают, гораздо выгоднее здесь пару 20-этажных домов построить и заселить их. Дубки и все остальное, вот высокие жаворонки там и так далее, все это хороший наглядный пример, да, новой строительной политики, прошу прощения, подмосковных властей. Ну и последний пункт, который, наверное, заинтересует всех, это снижение налогового времени и адресная помощь социально незащищенным слоям поселения. Опять же, на примере Барвихи, где руководство действительно представляло интересы населения на протяжении последних лет, там была проведена такая политика помощи адресной. Там неработающие пенсионеры, допустим, получали надбавки к пенсиям именно из бюджета сельского поселения, не из бюджета района, а именно, то есть это было на уровне сельского поселения. Чтобы вы понимали, контроль за бюджетом, он будет находиться именно у нас в районе. И вот у меня есть небольшая справка, да, в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находится утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования. То есть, либо сейчас, когда будет уже городской округ, будет избран новый совет, то, что было в Барвихе, просто отменят, да, и барвихинские пенсионеры сравняются со всеми остальными пенсионерами, просто и перестанут получать свои надбавки. Либо можно, наоборот, взять их опыт и распространить его на весь остальной район, да, положительный. Действительно, пенсионеры в Кубинке, они ничем не хуже пенсионеров в Барвихе, и, наверное, им бы тоже хотелось каких-то надбавок иметь в виду, получать. Поэтому, вот, ну, я считаю, что это то, чем должен заниматься совет депутатов район, он должен думать именно о людях. И второе, что очень важно и что беспокоит, опять же, многих жителей, это земельный налог. Чтобы вы понимали, в компетенции именно района находится ставка земельного налога, поскольку налог это местный, и он идет на развитие поселения. Допустим, в Жаворонках ставка земельного налога 0,15, у нас в Назарево 0,3, но при этом пенсионеры, владельцы земли освобождены от уплаты земельного налога. Сейчас, когда будет городской округ, естественно, произойдет уравнивание, да, то есть, ну, не может быть, что в Назарево останется 0,3, а в Жаворонках будет 0,15. Но уравнивание на какой уровень произойдет, опять же, будет в компетенции Совета депутатов. Либо просто они поставят максимальную планку для всех, либо они выберут более приемлемую стратегию, да, там, допустим, сделают 0,15 для всего района. Опять же, учитывая, что, ну, многие, действительно, для многих пенсионеров земельные участки, это как источник, ну, пропитания, можно так сказать, огород и так далее, это действительно подспорье большое. Я считаю, что люди, многие пенсионеры не готовы еще там земельный налог по 6 тысяч рублей в год платить. Зачем это нужно? А вы поймите, что 0,15 и 0,3 – это действительно ровно в два раза. То есть, вот если сейчас в Жаворонках поставки 0,15 платят, то если им сделают 0,3, то те же пенсионеры будут ровно в два раза платить выше налог, там, вместо 4-8, допустим. Ну, когда пенсия 16, там, 15-13 тысяч, конечно, это... Это 1, да. А 9, да. 9, да. В общем-то, по программе, по своей, я так вкратце прошелся, ну, если какие-то вопросы, готов ответить. И сейчас я знаю, что было много вопросов по новым платежкам, которые пришли сейчас по мусору. И у нас здесь присутствует, в общем-то, человек очень компетентный в этих вопросах. Он представитель общественной организации ЖКХ «Контроль», которая занимается вот этим как раз, ну, пытается не допустить вот этого беспредела в ЖКХ и так далее. И он на ваши вопросы по вот именно новым платежкам за мусор и так далее по ЖКХ готов ответить. Поэтому... И я, конечно, тоже не ухожу, я еще потом на ваши вопросы на все отвечу. Вот Дмитрий Бадеев, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вопросы. Пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Бадеев, я руководитель МПЖК «Контроль» Московской области в городе Звенигород. Раньше у нас был свой городской округ, сейчас у нас всех в одну лодку посадили. Так что будем работать во всех поселениях. Владимир меня пригласил, чтобы попытаться помочь разъяснить ситуацию, что вот здесь происходит с мусором, с ЖКХ вообще и так далее. Вещать особо ничего не буду, давайте сразу к вопросам. Можно сразу к вопросам. Вот скажите, пожалуйста, раньше, насколько я знаю, человека начисляли объем, средний объем, например, он в месяц, там 100 кубов или там 10 кубов вверх. И с этого расчета делали, сколько мне надо заказать контейнеров, сколько больших для такого-то мусора, для такого-то. Почему сейчас квадратных метров начисляется? Я живу, например, в двухкомнатной квартире одна, не квадратные метры производят мусор, а человек. А в однокомнатной четверо. То есть я своими метрами оплачиваю их мусор. Дальше. У людей есть сдача. Получается, сдачи тоже берут с квадратного метра дома, столько-то оплачивается. Извините меня, я зимой живу в квартире, плачу за мусор. И я там плачу за мусор. Два раза я оплачиваю. Скажите, пожалуйста, это почему мы должны, как они объясняли, я слушала передачу нашего 360, и они говорили, Московская область правительства, что у нас много приезжих рабочих, столько-то миллионов, столько-то там полтора миллиона, они, кажется, сказали. Хорошо, кто нанимает рабочих, пускай они из-за них платят за мусор. Почему мы, местные жители, должны всех оплачивать? Скажите, я говорю, вот квадратные метры или человек производит? Ведь производит человек, а почему-то об этом вообще тишина. Тишина по этому поводу, потому что у нас товарищи, которые сидят во власти, чем выше они сидят, тем сильнее они уже от реальности оторваны. Не должны, ни вы, ни в частном секторе, ни в домах многоквартирных, никто не должен платить по квадратным метрам. Вы все правильно сказали, квадратные метры мусор не генерируют сами по себе. Генерируют мусор человек. И у нас федеральным законодательством предусмотрены различные формулы, различные методы накопления этого мусора, учета коммерческого. Но федеральный закон говорит о том, что это компетенция региона, то есть губернатора и правительства Московской области. В теории, для понимания, откуда вообще растут ноги, откуда растут чьи-то уши торчат, у нас буквально в мае этого месяца произошел конкурс на выбор регионального оператора. Прошел он Авралом, я параллельно видел, как готовились эти документации конкурсные и так далее. Представляете, что такое провести в мае конкурс, выбрать, а к январю полностью целую отрасль, целого огромного региона Московской области перестроить на новые рельсы. К этому не готов никто, ни региональный оператор, ни губернатор, ни правительство, ни местная администрация, ничего. Поэтому сейчас происходит полный хаос и бардак. Никакие 360, никакие муниципальные газеты, никакие встречи с жителями, ни один чиновник не скажет, что происходит реально. А реально происходит полный канали. Региональный оператор уже сейчас обязан, в случае, если в частном секторе дачи, вы говорите, собственник изъявил желание по факту начислять, собственник направляет оператору любым способом, позволяющим получить подтверждение. Либо заказным письмом, либо в офис пришел и под входящие, исходящие заявление падало. Пишите, я хочу в частном доме, я хочу по факту, чтобы у меня мусор вывозили. Все. С этого момента, со следующего учетного периода, с первого числа, региональный оператор обязан вас вывозить по факту. Не по метрам, не по людям, а ровно столько, сколько вы накопили, столько он у вас и должен увезти. Это то, что в теории на бумаге. На практике вам будут яростно противодействовать всех, на любых уровнях. Любые надзорные органы, Минэкологии, Минстрой областной, ЖИ, Местная администрация и так далее. Все будут противодействовать и понадобится довольно много времени, сил и упорства, чтобы все-таки своего добиться. Чуть-чуть в частном секторе это можно ускорить, купив контейнеры. У нас правила коммерческого накопления мусора очень жестко установлены. Прямо на федеральном уровне, даже не на нашем, а на местном. В случае раздельного накопления мусора всегда только по факту считается. Вот в любых других случаях там есть разные формулы для домов, там люди, квадратные метры и так далее. Если раздельный сбор, все, по факту, никаких других вариантов нет. Поэтому в частном доме покупайте себе два контейнера или там делайте его из старой бочки пластиковой, 200-литровой. Фотографируйте их, пишите заявление, отправляйте заказным письмом или в офис регионального оператора. Все, он вам обязан. Если нет, ну все, добро пожаловать в суды, жалобы в Минстру и так далее. Будут противодействовать, потому что, ну, одно заявление удовлетворил, надо другое заявление удовлетворить. Одному начал вывозить по факту, другой захочет. А нас таких других на всю Московскую область миллионы. Ну а суд будет поддерживать всегда их? Конечно. Как это всегда. У нас есть такая штука, авторитет суда, который настоятельно не рекомендуется никому умолять. Трудно сказать, кого будут поддерживать суды. Дела там, в общем-то, они примитивные. Вам даже не понадобится адвокат. Я Владимиру передам, не знаю, прямо сейчас нету времени. В ближайшее время подготовим образцы исковых заявлений. В случае, если региональный оператор отказывается переходить на фактический сбор. И там нормы, они не трактуемые, ничего. Выходите в суд, а там уже как судья в силу внутреннего убеждения. И как далеко вы будете готовы пойти в апелляции, касаться и так далее. В квартиры. Что касается многоквартирных домов, процесс одновременно сложнее и проще. Во-первых, по поводу начисления по метру. В Московской области это абсолютно незаконно. Прямо сейчас любой ТСЖ, любой УК, любой житель может отправляться в суды и судиться с областью. Почему? Потому что, вот как я сказал ранее, в федеральном законе у нас в регион отдано полномочия на определение, как будет начисляться мусор. По метрам, по человеку и так далее. В Московской области уже начисляют по метру. Уже миллиарды получает рекоператор. Вы представляете поток денег, который он сейчас получает. А нормативных документов, которые определяют, что именно с метров их нету. Ни правительство области, ни Дума областная. Никто не принял эти документы. И ни одна инстанция не может нам до сих пор, вот, общественным организациям или жителям дать ответы. А почему? На основании чего? Поэтому в... Интересно, куда тогда идут эти деньги? На квартирных домах как можно попытаться выйти из ситуации? Там действует примерно тот же принцип по поводу раздельного сбора. Во-первых, по условиям конкурса для рекоператора на всю область уже установлено, что у нас стандарт раздельного сбора. Вот эти вот развлечения нашего Воробьева по поводу этих разноцветных контейнеров, два бака. А у нас нет. Вот. У нас нет там. Их нет у вас по факту. Но на бумаге-то они есть. Стандарт установлен в области для всех. Они везде отчитываются, стандарт введен. Мусорная реформа нормально, взлетело, все хорошо. Но вот здесь начинается ловушка для них, для самих. Поэтому они не отвечают на вопросы, поэтому вы не услышите от них нормальные ответы. ни на одних встречах, телевизорах, газетах. Потому что, раз установлен стандарт для всей области, значит, любой дом вообще, все доедино, у нас собирают раздельно. То, что там оператор не поставил контейнеры, то, что нет машины, это все мелочи. На бумаге раздельный сбор. Все, значит, вступает в силу формулы 505-го постановления, только фактический вывод. Поэтому на квартирных домах у вас кто управляет? Дети от теплосети Одинцовской? Да, да. Стало теплосеть. Это будет боль, конечно, у вас. Но идете в Одинцовские теплосети. Чем больше собственников пойдет, тем лучше. А если мы просто заявление одно напишем и соберем 1200 подписей? Нет, нет, нет. От каждого. От каждого, да? От каждого. Это совсем другая тема, но я все-таки пояснил. У вас здесь такое сплоченное общество, вот когда мы митинговали против Одинцовского округа и так далее. Назаревская очень себя так сплоченно проявила. Огромное количество подписей, люди ездили, приезжали и так далее. Вы вот эту свою сплоченность развивайте, гражданское общество местное, но развивайте его правильно. Потому что у нас в нашей системе права нет никаких коллективных обращений. То, что вы соберете полторы тысячи подписей, где-то там, под какой-то бумажкой, подадите ее в инстанцию. Инстанция будет отвечать одному человеку, который подал вот эти документы. Ни полутора тысячам, никому. У нас коллективные только бывают иски в административном производстве. Особым, каким-то хитромудрым порядком. Поэтому, если вы хотите что-то сделать коллективно, это возможно. Но вы вот берете Владимира за ручку и говорите, Владимир, организуй нам конференцию граждан. Собираются граждане, проводят собрание свое, протокол собрания. Уполномоченных лиц назначайте действовать от вашего имени. И потом идет Владимир и говорит, я представляю по заявлению тысячи двух человек. Вот тогда это будет работать. Как было, в принципе, с нашим коллективным иском? Если помните, мы же собирали, выбирали одного, ну как, был протокол собрания. Да, да, да. Принцип абсолютно тот же. То есть, если вы хотите как-то сгруппироваться и действовать там сообща, бачку пинать, то только вот такими способами через оформление протоколов. Все остальное это фикция. Все вот эти коллективные обращения, сборы подписей, они не работают. Государственная махина, этот аппарат рассматривает это как одно обращение. А вы можете мне платить? И будете накапливать долги. У нас мусор сейчас коммунальная услуга. А почему она возросла в два раза? Я платила 270, сейчас у меня 540. У меня мусора что ли больше? Нет, на самом деле этот вопрос, он имеет значение, ответ. Ну, потому что захотелось. Потому что... Кому? Потому что кто-то там, если посмотрел, что нефть дешевеет, санкции, то есть все, кушать хочется, яхты строить надо, дачу покупать надо. У нас же договора, аферты на мусор? У жителей многоквартирных домов нет. У многоквартирных домов у вас договор заключен управляющей компанией за вас. Они, действуя по вашему поручению, у вас интересы... А мы им поручали? Поручали, выбрав эту управляющую... Они заключили от нашего имени... На основании того, что они являются исполнителем коммунальных услуг. Вы заключили с ними договор управления, выбрали эту управляющую организацию. Автоматически вы... Мы не заключали с тем, власти этого договора. Нет, мы выбрали как ЖК, они уже выбирают от нас. Нет, нет, подождите, стоп, стоп, а что у вас вообще? Подождите, когда было ЖКХ-10, с нами заключали договор. Вот каждый, помните, разносило, подписывали, каждый житель... Ну это не обязательно процедура. Вот, это самое. Когда нас передали теплосети, мы об этом узнали. Нас никто не спрашивал. Мы их не выбирали. Мы с ними не заключали никакого договора. У нас нету никаких автоматов. Для понимания, откуда торчат ноги и уши, любые отношения между управляющей организацией и собственниками порождаются договором. Все собственники, 50% собственников в доме, это сторона договора. Я не знаю, но у нас не было этого. Ну, значит, у вас самовольно кто-то взял ваш дом. Там очень интересная ситуация. Там, как управляющую компанию выбрали председатель совета... Ну, это смешно просто. Да, но... Это у вас как сантехник пойдет, а вам выберет телевизор и купит. Это пойдет, но человек, кто судился, признавая, суд признал, что это закон. Суд не может признать такой очевидный бред законным. Нормальный суд в нормальной стране. Не может признать... Издатель домов никто ничего ни с кем не заключал. Не заключали, конечно, даже не обращались. Вот я остался как по дому, я ни с кем ничего не заключал. Вы не должны ничего заключать. Договор, который с управляющей компанией заключается, он не то, что публичный, он формальный. Вы просто стороной договора являетесь, основанием для заключения. Ну, хорошо, но должно наше желание... Ну, как тут, собрание? Конечно, ваше желание это собрание собственников. Ну, не было у нас собрания собственников. Но компанию вас передали. В какой-то момент вы узнали о том... Да, давайте платить. Смотрите, что происходит. Сейчас вот Одинцовский округ делают, они начинают подтирать, заносить хвосты, что происходит непосредственно в Одинцово. Вот я только ездил две недели назад. Там вот то, что произошло у вас, одним днем, 15 декабря, таким образом передали 88 домов. От одной муниципальной управляющей компании в другую. Никаких собраний, никто нигде ничего не видел. Хлоп, пришли платежки от новой компании. Сейчас там люди ходят по полициям, пишут заявления на фальсификацию протоколов, выходят с УТИ на спаль... Самое неприятное во всем этом в том, что теплосеть могла, теоретически могла, где-то нарисовать там на столе под столом этот протокол вашего решения. Сама его подписала, и все, он существует. Но до тех пор, пока вы не оспорите его в суде, ни ГЖИ какая-то, ни прокуратура, там никто. Это действующий протокол. Сказать, что протокол не действующий, может только суд отменить решение. Вот такая кочерыжка. Ну, не суть. Вы вот, мы с вами как крепостные, на самом деле. Да. Нас, мы полагаем... Два года назад я, как обычный любой нормальный обыватель, пребывал в уверенности, что я живу в обычной стране. Какая-то демократическая, там, так далее. Есть какие-то проблемы, что-то хорошо, что-то плохо. Но в целом работает государство. Два года назад я купил квартиру и начал во все это погружаться. И за эти два года я проверил все до единого механизма государственные, которые работают. Полиция не работает. Прокуратура не работает. ЖКХ, управляющие организации, местные администрации, надзорные органы любые. Ну, конкретно в Московской области. Я же не проверял всю страну. В Московской области ничего этого не работает. Ни один надзорный орган, ни один правоохранительный орган, ни одна администрация. Все это какое-то вот такое вот клубло, которое само себя там, как змей пожирает, чем-то там своим занимается. То же самое в ЖКХ. И вот мы вот, как крепостные, вас передали. Теперь можно до бесконечности ходить. Но давайте к каким-то практическим вопросам вернитесь. Как вам за мусор меньше платить? То, что у вас в два раза больше стало, это потому, что у нас подняли этот тариф сам по себе за один кубометр в два раза. Он почти тысячи рублей сейчас выходит на куб. С этим ничего не сделать. Это вот в целом законно, там и так далее. Может где-то плохо посчитали что-то. А вот как они этот куб высчитывают? Тут уже куча нюансов и с этим можно бороться. Идете в свою теплосеть, заваливаете их просто. Жалобами, обращениями. И в саму теплосеть, в добродел. Запишите себе очень важный сайт. Дом.госуслуги.ру То есть надо все заявления в надзорные органы, связанные именно с ЖКХ, писать через этот сайт. Потому что там идет авторизация через госуслуги, это идентификация заявителя. И ваши заявления потом просто не могут отбросить как анонимные. А через доброделы и так далее они начнут это спускать по местным администрациям или вообще на них не отвечать. Вот пишите на Дом госуслуги и там Минстру и так далее. Вам надо потребовать от теплосетей переход на фактический сбор. У нас в Венигороде есть одна управляющая организация, частная, у которой директор и учредитель одно лицо. У нее там чуть-чуть домов, может, биток. Наша всеуправляющая организация в городе принудительна. Когда произошел этот конкурс, ну это везде происходило у вас так же. Администрации вызвали всеуправляющие компании, сказали, заключайте договор. Закрыли дверь. Пока вы не заключите договора от имени жителей, вы отсюда не выйдете. Как-то так. У нас одна управляющая организация умудрилась от этого отмазаться. И они по факту, у них идет сейчас сбор по факту. То есть оператор обязан заключать договор по факту, когда управляющая компания это требует. Законным образом. И в этих домах, там они сейчас платят в два раза меньше, чем было. Не в два раза больше, а в два раза меньше. У нас сейчас, вот в наших домах, там получается где-то 9,5 рублей из квадратного метра. У них 2,5-3 рубля. Ну вот по местам скачет, потому что факт. Иногда больше, иногда меньше. Но тут важно понимать, что у вас есть мусорная площадка. И на эту площадку может прийти кто угодно. Вы заключаете договор по факту, а вам начинают все местные джамшуты, строители и так далее, газелями возить свой мусор. Этот вопрос тоже надо прорабатывать, огораживать площадку, закрывать ее и так далее. Вот, кстати, в чьей компетенции? Площадка? Администрация сельского поселения в этом механизме по углу базу мусора в какой-то роли играет сейчас? Никакой. У нас мусор сейчас коммунальная услуга. Потому что, вот опять-таки, все это населенные под Семеновым, да? Раньше у нас у всех были бочки. Вывозило мук на Завицкое. Четко, несколько раз в неделю. В частном секторе. В частном секторе, да. Сейчас у нас русский региональный регион. Установлено два бункера, соответственно, да? Мы местные жители исправно получаем претенцией на оплату, оплачиваем. Но нас окружают элитные коттеджные поселки. Такие, как Азарова-Северная, Азарова-Южная и другие населенные пункты, да? Которые, в том числе, ну и, естественно, ближе ночи газели не начинают вывозить эти контейнеры мусора. Причем не оплачивают. Может быть, они где-то в Москве платят, как жители квартир, да? Но при этом, получается, что мы платим за свой населенный пункт. Они не платят за вывоз мусора, соответственно. У вас СНТ там? Нет, у нас деревня. У нас деревня. У каждого свои публичные оферты, да? И такая проблема, надо учитывать то, что в сельском поселении Назаревское 12 деревень, 2 поселка. Один поселок, соответственно, административный статус. Проблема не решается. В решении этого вопроса абсолютно на сегодняшний день никто не заинтересован. И, естественно, с учетом тех финансовых потоков денег, которые сейчас получает региональный оператор, он, безусловно, пока справляется, вывозит этот мусор. Вроде бы, пока все чисто. Но наступает летний период. У нас в недавнем прошлом такая система еще при Владимире Анатольевичу Богданове, когда он руководитель администрации работал, у нас тоже был контейнер, да? Но летом он исправно горел. То есть вызывали пожарную машину, тушили все это дым, все это экономия и так далее и тому подобное. Вопрос не решается. Потом, понимаете, мы сейчас вот как некий клуб революционеров, да? Вот в своем выступлении вы практически перечеркнули всю предупрежденную программу Владимира Михайловича. В смысле? В смысле рассказав нам, как все безнадежно. Так он идет с этим бороться. Да, он идет с этим бороться, да. Но я не согласен с ним, что борьба должна осуществляться только через суд. Да, есть досудебные, претензионные порядки урегулирования споров, разногласий. И по поводу того, что вы говорите, коллективные обращения имеют какой-то низкий статус рассмотрения в органах, но это совсем не так. Нет, не низкий статус, они ничем не отличаются от обычных. Сведемы обращения гражданина, поступающие в государственные органы, да, так называемые ГЭшки, ГПшки, которые там идентифицируются, они носят особый статус, и попробуйте в течение 30 дней не ответить на нее, вас могут, в принципе, уволить за это. Поэтому этот вопрос важный, на самом деле. Вы извлите на вопрос? Я бы не сказал, что он нерезультативный. Вот по тому же Семенкову, да, и да, есть руководитель инициативной группы, жители Семенкова, мы, в принципе, работая тесно с администрацией сельского поселения, добились многих результатов. И в сфере улучшения экологической обстановки, и в решении других вопросов, где с обращением, да, можно было бы продолжать эффективно дальше, но, к сожалению, мы попали в городской округ, и теперь у нас единственное действительно нежное на то, что мы свои интересы, свои потребности, да, будем свои конституционные права, будем реализовывать через Совет депутатов. Я надеюсь, что достойный представитель которого попадет туда, соответственно. Вот, к тому же, ну, раз уж говорю, да, хотел бы сказать, что вот все говорят, Назарево, школа, детские сады, безусловно, это хорошо, но надо помнить, что у нас все-таки Назаревский сельский облак, и в нем еще 12 деревень, соответственно, в которых, не представляете, какая масса проблем, отсутствие централизованной канализации. Честно, не представляю. Поскольку мы уже, как в гетто, мы заперты в коттеджных вот этих вот массивах, никому не нужную цену, это экология, это слив канализационных стоков в пруды, которые не решаются годами, мы прошли все инстанции, ни ответа не привета, добиться ничего не возможно. Видите, по факту вы же сейчас говорите, что добиться тоже не можете. Да, мы добились на своем уровне, то, что могла сделать администрация, приехать, загнуть только канализационные, зарегистрированные, да, вот, но эти люди, которые нарушают законодательство, они к ответственности не привлекаются. Хотелось бы не только решить вопрос, да, но и, соответственно, послать посыл этому гражданину, что он все-таки живет в гражданском обществе, и что все мы, жители сельского поселения Назаревского, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, имеем право на благоприятную окружающую природную среду. И это нам, безусловно, важно, потому что, когда ты приезжаешь, извиняюсь за выражение, из Семенкова в Москву, идешь где-то под Тверской, ты видишь, как все вылезано, как все создается для людей, мэр работает. А у нас власть работает только на уровне, как в ноябре, на ночи устроить, пройти его, грязь кругу, вот эти тротуары. Ну, по поводу того, как работает власть, почему мы вышли зимой бороться за городской округ? Потому что я в восторге от нашего Зенекородского совета депутатов, я бы их с самым веником там всех разогнал, они бесполезные, животные. Потому что мне нравится, как работает наша администрация, нет. Вот сейчас, когда все это развалилось, когда будет по-новой, ну, хоть какой-то плюс от всего этого, что я вот эти вот розы больше не буду видеть, то, что сейчас будут выбирать новые советы. А так, да, эта система работает, мы же за это и протестовали. То, что вот здесь, на своем местном уровне, я могу хотя бы бесконечно ходить, выедать мозг, там, заму по ЖКХ, клаветам, еще кому-то, со скрипом как-нибудь, оно как-то двигается куда-то. А сейчас все это перенесется в Одинцово. Как вот вы будете это решать? Вам удалось в ручном режиме, да, постепенно как-то с головой или с кем-то здесь свой местный вопрос решить, сдвинуться куда-то. Там это вообще никак не решится. Что касается обращений граждан, 59 ФССР, оно, я не говорю, что оно какой-то низкий приоритет имеет коллективное. Во-первых, в нормальном регионе, не в Московской области, да, все правильно, когда попадает обращение гражданина, там, общий надзор и так далее, все эти шестеренки крутятся. В Московской области это почему-то вообще... Вы можете в прокуратуру Московской области или Одинцовского района обращаться раз за разом. Вам, во-первых, запустят на курсили в 90 дней, сначала 30, потом отложат на 60, потом на 90, потом вы пойдете жаловаться прокурору Московской области, тот в полный игнор вас отправит, то опять эти 90 дней. Потом вы пойдете к генпрокурору жаловаться и, может быть, вот там, тоже через 90 дней, что-то начнет шевелиться. И это сколько? 90 на 3, 270 дней. Но так не должно работать государство. По поводу того, что у вас стоят контейнеры. Это муниципальная площадка. Если у вас нет СНТ, если у вас нет... Я вам больше скажу, мало того, что это не муниципальная площадка, площадка под контейнером, обустроенного земельного участка, который предоставлен пожизненное наследованное владение гражданину российского... То есть он на частной земле стоит? То есть он стоит на частной земле. Но гражданин не против, наверное? Гражданин этот в течение 22 лет отсутствует. Я почему говорю, что мы до этого писали... Даже не знаю, что мы это встретили. ...писали обращение в сельское поселение Назаревское, значит, с инициативой строительства, ну не строительства, да, обустройство на этом участке, в 22 сотке, парка со строительством часовни, а может быть дальше и храма. Инициатива была поддержана, значит, получено письмо, что мы поддерживаем. Единственное, что мы не можем профинансировать строительство часовных храмов, да, поскольку у нас по закону церковь определена государство. Это естественно, да? Но потом мы получили следующий ответ, что по архивным материалам, Магельцовского архива, участок предоставлено по МВ 22 года назад. При этом на этом участке находится мусорная площадка, вышка сотовой связи, вот, и старая скважина, которую раньше делали препаратами для обеспечения водоснабжения населенного пункта. То есть чудес, на самом деле... И кто сей чудесный гражданин? Сей чудесный гражданин безизвестен по-настоящему. Чудесный гражданин. Ну, я бы вам предложил попробовать это колесо прокрутить еще раз, потому что буквально вот после Нового года были правки федерального законодательства, и у нас теперь еще более веселенькие стали земельные законы, земельный кодекс. Теперь у нас муниципальные и региональные власти могут отчуждать частную собственность практически без малейших на то основании, просто своим желанием. Может быть, вот теперь после этих правок у вас получится что-то сдвинуть. То, что она там стоит, полиция, административный отзор вызывать. Ну, вот реально принудительное правонарушение. На чужой земле стоит контейнер. Административное правонарушение там какое-то. Вот здесь Максим Спердов присутствует, может, он что-то посоветует. Ну, мы в этом понимаем, пока мы заинтересованы, поскольку другого места для контейнерной площадки нет. Поэтому вот пока стоит... Это забота как раз местного самоуправления. Там же глава получает там, не знаю, сколько он, 1200 зарплат у него есть, он ее за что-то получает и не может найти. Местного самоуправления у нас нет. Понимаете, оно есть только на бумаге. Теперь уже и на бумаге нет. Теперь его, получается, и на бумаге нет. Будут хоть какие-то, не знаю, территориальные взводы. Переходите, требуйте тогда на факт. Зачем вам вообще поставили эти контейнеры? Я считаю, что местное население вообще не должно достигать вот такой гражданской активности в стадии противоборства. Я хочу жить так, как я жил два года назад. Ничего не знать, ничего не видеть. Только все равно работало просто. Понятные износы, платежи. И при этом ни с кем не судиться, не ведиться. У нас куча своих проблем. Народ вынужден выживать в сегодняшних условиях. Зарабатывать деньги, когда семью обеспечивать стариков, покупать лекарства и так далее и тому подобное. Я это к чему говорю, что вот все очень красиво, прекрасно. Но в оппозиции не получится добиваться своего. Нужно будет приходить все равно к конструктивным решениям с высшей, или в том числе и Владимиром Михайловичем, соответственно. То есть в оппозиции у нас не получится ни одного. Да нет у нас никакой оппозиции. По своим же самым депутатским запросам он будет получать такие же отписки, как и мы. Да. Соответственно. То есть здесь нужно уметь договариваться, пробивать, чтобы было какое-то понимание. Мы выходили с инициативой. Сколько проходит времени? Десятилетия идут. Мы, соответственно, как помним в своей деревне в 35-38 домах, ничего в них не меняется абсолютно. Ничего не улучшается. Ни тротуарных дорожек, ни каких-то там спортивных площадок достойных. У нас Семенкова одна есть, и ту установлено опять-таки на земле, которая принадлежит агрокурке и суборке 2. Сейчас вот под строительство отдали эту землю, мы потеряем эту площадку. Но не в этом дело. Суборки 2 это вообще больной вопрос. Да. Налоги платятся и платятся. Почему до сих пор в 21 веке мы не имеем понятных планов территориального развития по деревням? Именно не с точки зрения, как это сейчас опубликовано на сайте Органистрации сельского поселения Назаревска. Тут мы коттеджами и поселками застроим, тут мы, значит, библиотеку построим. У нас здесь есть специалист по территориальному планированию внезапного, который, наверное, может вопрос ответить. С точки зрения социального развития населенных, дорожки, площадки библиотеки, там тоже живут люди. А у вас планы и правила землепользования застройки утверждены? Вы меня это спрашиваете? Ну, как жители. Конечно. Вы знаете, что это... На сайте, вы говорите, на сайте лежат. Это утвержденный... Вы видели сам документ? Я увидел генплан застройки и пришел тихий ужас. То есть это генплан или проект генплана? Опять-таки, о которых никто не знал, почему-то не вели. Это, конечно, наверное, не обязанность администрации... Это обязанность. Я расклеить по колодце уважаемые жители. Будет проведен сход, публичное слушание. Это все. Факт. Конечно, так не дали применение. В этом клубе. То, что выложено на сайте, оно выложено как проект или как утвержденный уже? Утвержденный. То есть Совет депутатов это утвердит. Все заштриховано, соответственно, полями разного цвета. Где будут какие объекты находиться? Да, понятно. Давайте мы чуть-чуть к мусору вернемся и закроем этот вопрос. Я верну хозяину мяч. Вам, если тем более такая сложная ситуация с этим чудесным человеком, неизвестно где находящимся, но двигайтесь в направлении фактического сбора отказа. В частном секторе вы дороже это можете сделать, но быстрее, чем в домах. Два контейнера. Заявление оператору и требовать от него. У нас в Венегриде произошло то же самое. У нас огромный частный сектор, 3,5 тысячи домов. И даже такая же беда у нас есть канализация. У нас город современный, 40 километров до Москвы. В Венегриде 3,5 тысячи этих домов в частном секторе без канализации. У нас непрерывно до водоканала курсируют вот эти вот маленькие машинки с оранжевыми бочечками. Там у нас вывозила тоже наша местная МБУ. Местная администрация как-то там, где-то наскрипала денег, удерживала тариф еще до вода. И нормально, они договорились, убрали все площадки. Потому что город транзитный, Звенигород, и все проезжающие дачники и так далее, заваливают нам весь город мусором. Постепенно с администрацией, с порами и так далее, они убрали все публичные площадки. Практически на проездных местах, в том числе в частном секторе. Жители в частном секторе вышли, сделали на месте этих бывших мусорок скамеечки, поставили кустики, там посадили. В итоге сейчас пришел оператор. Я не буду вывозить от домов вам ничего. Носите вот на площадку, сносите отсюда скамейки, сносите это благоустройство, которое жители скидывали, сами делали. Мы поставим здесь вот эту лодку мерзкую, и вы будете носить ее туда. Ладно, там как-то опять с ними договорились, у нас ребята в частном секторе умудрились организовать два ТОСа. ТОСами они ездили к рекоператору, спорили с администрациями, договорились они, сделали сбор по домам. Но вывозил даже МБУшка, только ей платил рекоператор. И платил он ей 170 рублей с куба за вывоз. От каждого дома, при том, что это даже не хватит вывозить с площадки. Потому что в нашем тарифе 350 рублей идет чисто на сбор, на вывоз. Рекоператор МБУшке платил 170 рублей. Три месяца она смогла протянуть на это. Через три месяца сказала, йог, у меня нет денег ни на машины обслуживания, ни персонала. Я не могу вывозить от домов. Поэтому оператор вам будет противодействовать, конечно же. Но... Даже смотрите, извиняюсь, логика в чем, да? Вывоз мусора. Это услуга. Да? Коммунальная причем услуга. Да, смотрите, сотовая связь. Услуга. Я сижу здесь, мне нужно воспользоваться. Я не за форматом. Совершаю одно движение. Плачу деньги, получаю услугу. Здесь я плачу деньги, должен пройти километр до мусорной площадки и выкинуть один пакет. Не должны. Это услуга? Не должны. То есть в чем услуга? Не должны. Вы должны ко мне подъехать и из рук у меня взять этот пакет, а не я вам должен носить. Нет, по фактическому вывозу у вас, кстати, будут заявки. По заявкам. Операторы сейчас вообще так не работают, чтобы приехать. Можно я отвечу, я поживаю в шестком, у нас там логичные проблемы, да, у нас также был индивидуальный завод в ходе у каждого дома. Сейчас с приходом русского оператора они отказались это делать, и нам буквально один раз поставят четыре контейнера, ну, как-то вот, населённого функта. Буквально за один, и просто до краёв добили, добили, да, и вот мусор вокруг него копится. Нам отвечает местная администрация, что оператор отказывается собирать индивидуальные дома. Отказывается, он не хочет это делать, потому что он просто невыгоден. Ему проще приехать на контейнерную площадку и забрать оттуда. Но он обязан это делать. Он обязан это делать, и вот чтобы призвать к ответственности региональных пиратов, которые, в принципе, прописаны вот эти условия, что он обязан это делать, нужно, ну, как я считаю, нужно писать в добродел. В добродел есть целый раздел, то есть еще на региональных пиратках, целый раздел. Это пожаловаться на его работу, да, там, ну, и так далее. Вот, то есть писать, во-первых, фаз, потому что почему, да, тариф необоснованно завышен, то есть почему они его завысили. Они как свозили на свалки, так и продолжают свозить. Не раздельную сборную не получили, которую обещали, ничего. Поэтому писать нам, как я считаю, нужно в фаз официально-технологическую службу на жалобы на завышение тарифа. И плюс в доброделы то, что операторы отказываются на полную же сроки налога. И плюс еще к тому, что не все время выводят отходы в контейнерную площадку. У нас в контейнеры поставили так, где угодно. Идея, в принципе, должна быть бетонирована. Должен быть надпись этого нет. А кто это должен обеспечивать? Это должен обеспечивать, как я понимаю, русские региональные операции сейчас. Потому что его ведомство отдали все решение это покрасить. Да. Можете с этим что-то вопрос задать? Да. У нас деревья тоже имеют свой мусорный контейнер. Оплачиваются вот те, кто получает квитанцию. А пользуются этим контейнером гораздо большее количество людей, которые вы вывозите. А для вас это какое-то значение имеет? Вы заплачиваете по начисленному на метрах? Вы не оплачиваете за объем контейнера? Или у вас фактически... Я закончил. Я закончил. Я закончил. Я не думаю. Так вот, для меня какое имеет значение? Я оплачиваю. И те, кто служивает в деревне Назаре, тоже оплачиваю. А пользуются гораздо больше людей. Так вот, когда мы, те, кто оплачивают этот контейнер, приходим, он переполнен. Мы не можем положить, допустим, свои бытовые отходы в контейнер. Нам их куда? Рядом с контейнером ставить или... Оператор, кстати, не обязан вывозить то, что рядом с контейнером. Вот. Так вот, об этом и речь. Можно как-то это отрегулировать, чтобы те люди, которые оплачивают вывоз мусора, могли пользоваться... Не страдали те, кто не платит. Я не просто так... Ну, это может, группа прозвучала, но я не просто так спросил, а имеет ли это какое-то значение? Потому что вы по факту платите? Конечно. Или вам начисляют по метрам? Нам начисляют. Нас вообще не спросили, какие у нас метры. Нам просто начислили. Ну, скорее всего, вам начислили по вот этому... У них там какая-то новая хитромудрая схема со скидками. Если дом до 200 метров одно, если больше 200 – другое. У вас не фактически, то есть то, что заполнился контейнер, в финансовом выражении это на вас никак не влияет. В плане благоприятной, комфортной среды, конечно, влияет. Что с этим делать? Чья площадка? Муниципальная? СНТ или чья? Муниципальная. Стоит на кадастре. Да, муниципальная. Принадлежит району. Если она находится, если это муниципальная, находится в оперативном управлении у местной администрации, то вы пишите жалобы в Адтехнадзор и в саму администрацию на них. Пишите жалобы, как сказала Юлия Добродел, только обязательно с авторизацией через госуслуги. И добивайтесь того, чтобы эта площадка была либо ликвидированной, и вы перешли на фактический сбор от каждого дома, тогда вы будете платить за свой пакетик ровно. Что-то в компост отправили, что-то там переработали, бумагу все это смяли, вот у вас пакетик за месяц получился. Либо добиваться, чтобы эту площадку содержали. Если она муниципальная, за содержание этой площадки отвечает администрация, она ее содержит полностью. Эта площадка должна соответствовать требованиям, пандусы и так далее, ограждения и все остальное. Ну, я не знаю, как сейчас администрация работает, потому что там административный штраф за ненадлежащее содержание этой площадки 5 тысяч. Им проще каждый раз, даже если администрация на них наложит этот штраф, они его будут раз за разом платить, эти 5 тысяч дешевле, чем содержать порядок площадки. Вся деревня должна объединиться, и все они постановятся. Суть моего вопроса в том, могут ли люди, которые оплачивали данный вывоз мусора и контейнер, пользуются им, в отличие от тех людей, которые к нему никакого отношения не имеют? Если вы добьетесь от местной администрации, чтобы эту площадку огородили, повесили на ней замок и выдали ключи жителям-резидентам, то да, это так и будет работать. Потому что только вчера туда было вывезено мерик из Апфеи, и вся территория, огороженная вокруг мусорного бака, она была завалена мериками. Ну просто вот по нашему, по жительскому и обывательскому, что сделать? Собраться местным жителям, скинуться там по тысяче рублей и самому эту площадку огородить. Повесить на ней замок, повесить рядом макет камеры, видео за 300 рублей, и табличку вот такую «злая собака» засасывает насморит. Можно выдавать документы, да? Ну, мне кажется, вообще, с самого поселения неправильно, что начисляется оплата за мусор за квадратуры, да, логичная по отъему накопления. Сколько вы произведены в мусор, столько вы заплатили. Многие не живут просто. Многие не живут, да. У меня, допустим, квартира в Москве, еще в Московской области, я имею недвижимость за городом, да, вакцина. Почему я должна везде платить в полном объеме за мусор? В логичности я буду платить за объем, да, сколько я предвела, вот, непосредственно, здесь, сколько я заплатила. Поэтому, мне кажется, нам сейчас важно всем вместе сообщать, потому что я знаю, что есть случаи в других регионах, в Кировской области, где ФАС встала на сторону жителей, да, и признала эту мусорную реформу правами. Вот, поэтому, чем больше сейчас будет индивидуальных, отмечу, потому что у меня есть опыт, ну, по борьбе там, по логическим, различным проблемам в Москве, коллективные жалобы, когда выносишь в мэрии коллективную жалобу, даже несмотря на то, там, тысячу, две тысячи, да, профессионалов, эту жалобу пристрили, как одно хладящее письмо. А, насколько я знаю, для надзорных органов важно масса. Количество. То есть, это привод тысяча жалоб индивидуальных, я не начинаю это осмотреть. То есть, у них есть некий пароль. То есть, как вот пришел, поступило тысяча жалоб, все, значит, проблема острая, мы начинаем ее рассматривать. Пока каждый сидит и вот здесь вот, как бы, это обсуждает, конечно, это нужно обсуждать, да, ничего не меняется. Важно сейчас прийти домой, открыть доброделки, я не знаю, там, ФАС, не ФАС, написать туда жалоби. Почему? Нам начисляют плату за мультик, да, доброделки. Жалобы ФАС подаются электронно через госуслуги. Что можно подать через госуслуги, через электрон? Никуда не назначить. Ну, опять же, ФАС Московской области не работает. Вот в Москве ФАС работает, в Свердловске, в Самаре работает. Предложение. Путин у нас когда встречается обычно по жителям? С кем встречается? Да я в эти сказки, кто-то в эти сказки царей верит еще. В общем, если вопросов по ЖКХ больше нет, то я возвращаюсь к креслу. Спасибо. Весь вот один социальный муниципалитет, и вопросы обе и те же. Да, да, да. Будет очень много. Тогда обратят на это внимание. Вы если помогаете? Да, 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 спасибо Дмитрию большое. Никакие герцы. Давайте разобьем. И этот объект сработает. Не только по муниципалитетам. Вот у вас... Сейчас, как вы видите, что мы обозрели, потому что пропустили с самого начала. Вот возник вопрос такой... Ну, как бы озвучивается проблема с мусором, то, что оператор не хочет вывозить от частных домов, хотя у нас тут, да, порядка, ну, поселения, сколько там, больше двухтысячного возили. То есть, по сути, получается, река оператора откажет услуги по договору, который доступен в закон. То есть, договор обязан заключить за не исключение штраф, да, я так понимаю, 5 тысяч рублей. Потом он говорит, если человек заключает этот договор, то эту услугу он не окажет, не получит. Правильно? И мало того, что он не получит услугу, он еще и штраф получит, как вы сказали. Хорошо, у меня вопрос, когда индивидат. Вот, ну, как бы, вот я слышу сейчас нашего коллега, вот администрация должна быть, вот вы должны, вот вы должны пойти, в вашу роль конкретно. Вот вы проходите. Стасов, души, так сказать. Ваш конкретно роль будет. То есть, я рекомендация к депутату, он скажет, вот проблема, я их знаю, я изучил, я буду делать только желтый ток. И, главное, у меня будет спокойно, что только так. И способ решения. То есть, я пока сижу, я не услышал. Я услышал рекомендации, вот местная администрация, вот она плохая. А вы, если с администрацией, то вы знаете, что у нас полномочия депутата, это представительный орган. Да? Ну, вы просто все равно по опыту же знаете. У меня вопрос просто как-то, именно... А бываете? Я? Да. Да. Да, есть. Прошите взять. Может, вы знаете, как вы начали? Да, да, да. Просто вы опоздаем. Да, да. Да, да. Да, да. Именно способ решения. Вот, например, как вы хотите взаимодействовать, он со своей стороны, как у нас получит, с река Клярова. Такая махина, которая не поднимется никак. То есть, вот, допустим, жителей, она служить по апартаменту не будет. То есть, жители сами не пробуют этот вопрос. Все вместе, совместно с жителями. Совместно с жителями. Совместно с жителями. Совместно с жителями. И, конечно, если я один буду представлять интересы граждан в Совете, а все остальные будут, извините меня, представителями администрации, да, то, конечно же, я ничего не добьюсь. И именно для этого мы создаем команду. И в Совет депутатов мы идем командой, а не отдельными людьми. И эта команда основана на взаимодействии с инициативными группами в своих поселениях. Я прекрасно знаю, что у нас огромный, да, четвертый избирательный округ, и Назарева в нем капля в море, да. Для этого мы прекрасно взаимодействуем с теми, кто идет от Звенигорода, с теми, кто идет от сельского поселения Успенского, от Ершовского и так далее. Дальше, когда мы, если дай бог, мы станем депутатами, когда вас также не было еще, я озвучу конкретные полномочия представительного органа власти и каким образом мы будем взаимодействовать и с Управлением образования Успенского района по строительству новых школ, и в том числе по мусорной проблеме. Опять же, наш совет депутатов, я надеюсь, будет состоять из людей, компетентных абсолютно в разных областях. Человек один, он не может быть компетентным во всем. И нельзя требовать от одного человека, чтобы он и в мусоре хорошо разбирался, и в школах, и в образовании, и в медицине и так далее. Именно до этого мы идем командой. Ну, в общем... Нет, ну а более конкретно, вот конкретно, если у нас реперата, да, какие шаги будут подприниматься относительно него, для того, чтобы интересные жители, грубо говоря, не страдали таким образом. Мы только что объяснили жителям, что для этого надо делать. В общем, что мы команда, мы придем, мы там... Ну, давайте вам команда... Конкретно, мы напишем депутатки запрос, мы сделаем там, мы придем там, стоим запасковку, мы там конкретно... Нет, мы сделаем просе, мы вернем полномочия адмотехнадзора в муниципальный контроль, а не в региональный. Сейчас есть адмотехнадзор областной. В адмотехнадзоре у нас в Одинцово работает 10 человек на весь район. А чей это адмотехнадзор работает в Одинцово? Огромная разница, это региональный адмотехнадзор. Я согласен, они могут поехать, они даже на жалобы не успевают выезжать. Они не будут выезжать ни на какие жалобы, у них есть команда, у них есть предписание. У нас идет мусорная реформа, региональный оператор они трогают, на жалобы реагировать так, на жалобы... Вы помните те времена, когда у нас были настоящие муниципалитеты? Когда полномочия Московской области еще не отжал все. Когда глава в муниципалитете, он реально имел возможность влиять на местный бизнес, еще на кого-то. Сейчас у муниципалитетов таких возможностей нет. Хотя бы кусочек можно вернуть... Мы до 13-го года запускали. Нет, не может, например, местный совет депутатов повлиять никак на региональный оператор напрямую. Но мы можем вернуть полномочия раньше какой-то предыдущий совет. Эти полномочия отдал области, подписал бумажку, которую ему принесли, отдайте полномочия. Не просто отдал, еще и деньги области платят за то, что она эти полномочия якобы за него выполняет. Вернем в муниципальный контроль в совете это. И будут этими вопросами местные заниматься. У нас действует в Денцовской административной комиссии, если вы знаете. Только в отношении физических лиц она действует. Хорошо. Юридическое лицо. Регоператор юрлицо. Юрлицо, понимаю, а это все-таки проявлено. То есть, по сути, получается, и вообще... Вот жители остафовали на 5 тысяч за то, что он не подписал якобы договор. Это да, это Денцовский административный контроль в муниципалитет. Теперь там. Секундочку, уважаемые коллеги. Разрешите, пожалуйста, вопрос вам уже как представитель местной администрации. У нас на сегодняшний день Совет депутатов сельского поселения Назаревская существует? Да. Он не распущен. Когда, пожалуйста, ответите на вопрос. Что вообще в целом хоть одну делу? Что вы сделали? Чтобы не допустить. Для сельского и семейного общества сделают часть его вопроса. И после этого, пожалуйста, пожалуйста, задайте на у нас интересный вопрос таком, чем его работа будет отвечать. А теперь мы, которым я сейчас, через 4-й прибыль. Вы от меня отпрашиваете за Совет депутатов? Да. Я депутатов. Это вот такая суть, которая принимает решения по территории. Они собираются там. Вынимает решения. Все решения у нас интеллектурованы. Все. Их очень много. Запомнить их. Как бы вам все их правят, а то листвовать я не могу. Мы даже свои депутаты не знаем, зачем вставут. Вообще не видели. Нет, у вас был вполне конкретный вопрос. Как может депутат? У депутата за помощь крайне ограниченный. Вы сами это прекрасно знаете. А он устанавливает правила и принимает местный закон. Он занимается законодательным. Именно сейчас. Вот вы говорите о региональном операторе в общении. Вообще-то исполнительным образом должен заниматься. А не представительным. Общение, это наоборот не очень. Я просто знаю, что этот региональный оператор с ними связался неоднократно. То есть это просто отступство, когда вы туда обращаетесь, они просто ваша наявка тунет к неизвестным дни. И вам все они отвечают не так. А кто ее провел, это региональный оператор? Губернатор. Ну это все в первом вопросе. Соответственно, это было просто губернатором, но это вопрос. То есть получается местные депутаты, которые отправляли запросы, рекомендарные, не решили вопрос никак. Потому что даже агенцовывание не смогло никак решить. А у вас есть какое-то решение, которое депутат мог бы для вас реализовать? Вообще, как у кого? У меня как... Как у руководителя, гражданина, да. Я считаю, что нужно взаимодействовать именно на уровне руководства. Вот именно как раз депутатский корпус. Сделать какую-то, как я сказал, коалифту и долбить их уже это сам. Потому что, получается, у нас 2000 домов, с ними будут заключены договора, услуга им оказывается не будет, административная комиссия будет страховать, и у нас, получается, просто вот. Из-за того, что юрлицо просто отказывает выполнять свои уголовные обязательства. То есть, депутатский корпус, я считаю, должен выявить, что он навязывает с юрлицо регионального уровня. А он стоит нарушить. Что-то ключевая проблема в том, что это юрлицо регионального уровня. На местном уровне, на него воздействовать можно вот только на уровне... Хорошо, а у нас юрлицо, мы договорим договор. Ну, допустим, частник заключил договор, у него есть обязательства, у него есть... Его заставляют почему-то выбрасывать мутор на контейнерную площадку. Во-первых, это там у нас финальный, когда пока... Ну, пока все частники не пойдут в суд, ни один депутат ничего не сделает. А добропорядочных, как бы, людей, которые выбрасывают мусор, крайне мало. Все восстановлены. Тут, в суд, в пакет, попал, не попал, в этот колокольчик, кофе. Принес, там, мебель, там, ремонт делал, с травы на столик. То есть, там, никто даже не бросает в это. То есть, культуры как таковой нет. Это дерева будет из газа. Прочнее всего, там уже переполнены. Грысы, эти семинары и все. То есть, гораздо более культурно и более эффективно использованный средств граждан это именно по домам собирает. Бабушка, брала пакеты в неделю застали. И, допустим, там, олигарх, там, 10 пакетов. Вот каждый, кто собрал, за сколько заплатил. А мусорная площадка подразумевает оплату по, как это называется, тарифу. По нормативной коплении. Через человека или через параллельный. По нормативной коплению, говорят, что сколько у тебя дома, живешь один, неважно, последний. Мусорная площадка, живешь в Москве, на него все равно платят. То есть, это, получается, граждане платят пустую. То есть, граждан получает у своих денег, при этом он наказывает, если по... Что, по здоровственным дарифам? За трассу. А у вас, как у работника администрации, как у избирателя, есть вот какое-то свое предложение? Да. Наказывает депутат. Да. Как вот эту проблему решить? Вот у вас. Наказывает какие депутаты? Наказывает. Наказывает избиратель. Наказывает за тех, кто вы избираете. Нет. То есть, я думаю, в будущем, я бы так выступаю, и за работу выступаю. Не просто так, что сейчас у нас есть. Вы не захотите называть просто так, а вы хотите, чтобы он просто вас все сказал? Ну, просто вы не шлялся. Да. Я говорю, что он не отпустит. Могу. Уберите. А что вы делали? Вы единой родители? Вы же не до нее так ходите на заседание? То есть, там, у кого тело-то сгодио. Вы так и делаете? Да. А эти ребята, это не работают. Я просто, видите, я ввели депутацию по всей Муспенской, да, вы еще скажу. Что на самом деле, одному человеку, чтобы либо сделать свои депутаты, нереально. Здесь будет 40 человек депутатов. Поэтому я, ребята, вот, Владимир, я настолько знаю, что здесь вот кандидатов шесть, насколько я вот видел. Здесь вот Глаусев Владимирович, Мария Уранова, Дмитрий Владимирович, Юлия Смирнова, Максим Смирнович, Александр Макарович. Это, кстати, первый представитель Барвейки. Здесь вот, вот, это пятерка, вот, например, это вот мой выбор, да, и я вот как бывший депутат, как знаю, кто, чего. Это ребята-общественники. Да. Вот пятерка, которая, действительно, общественники, которая будет биться за людей. И вот вы, извините, я не знаю, как его зовут, вы говорили про компромисс. Для того, чтобы искать компромисс, необходимо обладать какой-то силой. Один человек, эта сила, это не будет. Поэтому для того, чтобы быть компромисс, вот, именно искать, должна пройти пятерка, и даже не пятерка. Из сорока человеков, да, как минимум, треть должна быть депутатов, которые за людей. Да, да. За людей. Я не знаю, может быть, вы меня неправили. Может быть, может быть. Но я считаю, что артича, это тоже сила. Вот у нас, наверное, со стороны начинается, хоть один, думаете, человек, против... Да, не имеете силы. Да, чуть-чуть, вот так у нас, я чуть-чуть. Хорошо, давайте, 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 сила. Вот у нас Госдума, сейчас, традиционное большинство имеет... Есть другие партии, которые, ну, как системная оппозиция, что называется. Единая Россия может безоговорочно, каких хочет, а по таким не будет. Ураль, да ты Бог. Один депутат, который там, они сейчас вообще нивелированы. То, что было, и то, что есть. Депутат вообще сейчас ни о чем. Даже Госдума. Для того, чтобы можно было разговаривать с ластью, исполнительной властью, судебной властью, нужно именно сила. Без силы там бесполезно, что не будет. Ну, боже, мы, дорогие, а вот это мы и посмотрим, как вы будете бороться за нас. Я не, я уже... Вы поддержите нас, а мы будем бороться за нас. Да, да, да. Ни о чем связаны. Дорогие избиратели, я бы хотел еще, перед тем, как я подведу определенные итоги, хотел бы дать еще слово председателю СНТ Назарева и жителю Назарева Владимиру. Чтобы он либо вышел, либо сказал оттуда. Всем добрый день. Очень жалко, что нас так мало, честно говоря. Я пришел, на самом деле, просто рассказать свой опыт. И очень быстро. Четыре года я живу в Назарево, до этого я жил на Власихе. В 2010 году точно такая же группа инициативных людей собралась у нас на Власихе, я был в том числе. И также мы пошли на выборы. Первое, чего мы добились, у нас стали идеальные дороги на Власихе. И подъездные, и в самом городке. Власиха это рядом, если кто не знает, тут 15 минут отсюда. К сожалению, у нас прошло всего два кандидата из нашей команды. Самый известный из них это Владимир Зайцев, можете в интернете посмотреть. Зайцев Владимир Михайлович, Власиха, набрать депутат от КПРФ. Есть группа ВКонтакте, тоже там, в общем-то, все наши достижения совместные можно посмотреть. Но абсолютно правильно говорилось, что идти действительно надо командой. Только командой можно, не факт, что пройдут все, но только именно команда способна как-то решать эти вопросы. И к слову, вот, тоже насчет депутата, там, что будут делать и так далее. Единственные два депутата, которые ведут постоянно прием по графику граждан, и у которых номера телефонов являются публично известными, и вся Власиха знает, это наши депутаты, депутаты из людей, от народа, которые пришли. Вот, все остальные, это около власти или плюс-минус к власти. Уголовное дело заведено по строительству детского сада, похищению 25 миллионов украли на строительстве детского сада. Глава Власиха отстранена от должности, но это только такие самые мощные, как бы, достижения, команды, по сути, которые представлены двумя людьми всего лишь, навсего в Совете депутатов. Вот, собственно, это вкратце то, что... Да, это не сразу. Десятый год, сейчас девятнадцатый. Девять лет, все-таки это, как бы, сров. Но быстро, я не знаю, только кошки родятся. Тем более, такие серьезные вопросы так быстро не делаются. Вот, собственно, вот опыт. Это опыт реальный, когда граждане собрались точно так же группой. И, да, не все вопросы решили, но есть часть, действительно, вопросов, которая решена. Ну, дороги, это самое первое, и, кстати, оказалось самое легкое. Несколько опиар-акций, несколько разукрашенных желтой краской ям по всей Власихе. И, в общем-то, там... Ну, за полгода, за полгода мы вопрос дорог решили. Ну, тут все зависит от людей, понимаете? Потому что есть, которые вообще ничего не надо. А власти как не вольны, граждане? Да. А которые вот могут, ну, пытаемся как-нибудь. Ну, понимаете, ну, все люди разные. Вот о чем мы решили. Все хотят много, но ничего не хотят. Просто знаете, в чем еще ошибка наша была? То, что мы уже несколько лет пишем постоянно в администрацию разные какие-то вопросы. и, там, отписки или, там, решения какие-то. И просто Владимир, он никогда не опубликовывал это. А у него вот такие кипы этого всего есть. Просто, наверное, нужно было где-то это вешать, что вот были такие-то вопросы заданные администрации, были бы такие-то ответы. Вот и получилось, что Вова много очень писал, и мы вместе с ним. А этого никто не знает. И его, в принципе-то, многие знают. Но, вот, например, я хожу, мне спрашивают, ну, что у вас там с городским округом? Я говорю, ничего. Я говорю, идут сюда, и вот ездим. А что говорили? Я говорю, надо было ехать. И слушать, что говорят. Все хотят узнать. Всем интересно, понимаете? Но никто не хочет, если никуда никто не ехать. Да, взяли, все дома. А если какие-то ответы вешаешь или что-то, тут же и дворники или кто-то, это вот так сразу задирать уже утром. Понимаешь сразу? Все, и никто это не знает. Вот он повесил свое объявление, вот на первом подъезде, на втором день уже было все снято. Да. Ходит? Сокон видит, кто это делает. Да, сокон видит. Тоже снимают все. Просто именно должны вообще жители подключаться ко всему, вообще ко всему. У нас так все время, а что ты сделаешь, а что ты сделаешь, а что ты сделаешь для своего поселка? Это в первую очередь. Если ходят все с собаками гулять по площадкам, то эти все площадки в каком состоянии? Бьют, там, я не знаю, вот. Это с людей надо начинать, а то, что ему одному предъявлять, кто ты, что ты сделаешь, ну, с себя каждый должен начать это сделать. Не сможет, мы поможем начать это и начинать, когда-то надо. Надо креплю поможем. Да, на сегодняшний день. Спасибо. Да, спасибо. И вы, самое главное, должны нам тоже помогать. Оставать наши связи. Креплю поможем. Мы даем прям в единую российскую. Сейчас, вот, очень давно, вот, наш коллега из Успенского тоже. Я хочу спросить, и сказать. Я хотела, ребята ушли, а я, в общем-то, как бы на них была настроена, потому что они рядом со мной. А вот на горе, их цели здесь. Ну, я и вас другая, не будите, я для вас выхожу в это время. А, да ладно. Значит, я сейчас постараюсь быстренько, потому что у нас время, да? Депутатом я была 9 лет, то есть два созыва, те первые 4 и потом первые 5. На последнюю пятилетку я не пошла, в бабушке ушла. Ну, в общем, факт тот, что и последнюю пятилетку я ходила гостем на заседании Совета депутатов. Вот, благодаря тому, что у нас, ну, как сказать, мои единомышленники по тем 9 годам, не, 9 годам, они оставались в депутатах, и я знала, что будут эти заседания, и в разделе «Разный» я имела возможность задать вопросы на заседании Совета депутатов нашему Горяеву и нашим депутатам. Сейчас я хочу начать с самого начала. Первые 4 года еще 131 закон не зашел в силу. Первые 4 года депутаты встречались один раз в 3 месяца и занимались исключительно работой администрации. В какой-то момент нам дали документы, в которых был такой пункт о публичных слушаниях. Так как я медицинский работник, я пошла на свой уличный комитет, у нас там 15 человек. Я эти документы все показываю, мы приходим к решению, я это все печатаю, как положено, на таблицу, под входящий номер на заседание Совета депутатов за 5 дней до заседания. Все как по закону я это приношу. И там написано, что публичные слушания не должны носить рекомендательный характер, а быть определяющими. На что наш тогдашний Рустам Шамильевич, этот самый юрист, заместитель нашего Смирнова тогдашнего, который в Звениград ушел, Александр Валерьевич, он говорит, так юридически не пишут. Я говорю, ну я не юрист, я медицинский работник. Но вот оно так должно быть, а не так. Что такое рекомендательный характер? Вы говорите, мы вас послушаем, а сделаем по-своему. Он мне отвечает, что мы будем делать так, как предлагает нам Одинцова. Сейчас, по прошествию 14 лет, мы понимаем, вот оно вхождение в Одинцова. Мы собираем 2600 подписей против, на суде говорят, а где они эти все ваши люди 2600? Почему они не вышли и не сказали? Вот я сейчас вот услышала Бадеева, который говорит, один это не считается. Надо вот, чтобы все подавали, чтобы вот там все это юридически было. Ну я просто своим языком вот это все говорю. Я теперь это понимаю. Но мы, когда собирали подписи, мы считали, что это наше волеизъявление. Мы не хотим туда. Почему мы не хотим? Потому что у нас по самому высокому тарифу сделали. У нас бешеные деньги. Вот я, допустим, только-только смогла оформиться свой дом. Значит, я за прошедший год и за два предыдущих года, то есть за три года, 50 тысяч должна была выплатить. Я пенсионерка, у меня официальная пенсия 4200 рублей 73 копеек. По социалке мне до 9 на картинке доплачивают. С чего мне набрать эти 50 тысяч? Ну я их заняла. Сейчас в ужасе думаю, сколько у меня будет в этом году уже. Потому что те 75 процентов, которые делали возврат, по решению нашего Совета депутатов, да, они принимают нашему же Смирнову. Надо было звездонуться, как я говорила у себя на собрании, потому что нужно было показать, какой он хороший. И ведь дело-то пошло. Только когда заработал 131 закон, и когда мы на свои деньги смогли вот это все делать. У нас и дома, и детские площадки, и тротуары. И мы единственные с такой стройкой. То есть это клуб наш, который отреставрировали. 250 миллионов мы заложили в первый год, 80 миллионов мы заложили на второй год. У нас один экран 9 миллионов стоит. Сейчас мы построили детский сад на 400 мест с бассейном. Сейчас они начинают, приступают к строительству дома культуры в Горках-десятых и этому самому капитальному ремонту Сосинского клуба. И делать будут этот самый спортивный комплекс Лазутенко продолжение, как бы оттуда с Единцова до нас. Но по большому счету это делается на наши деньги. Именно наша администрация занималась с этими всеми документами, ходила по всем кабинетам и тряслась, что если сейчас они не начнут, то эти документы все пропадут. Там, в общем, такая была нервотревка с этим совсем. И вот сейчас мы к этому подошли. Вы посмотрите на газету, которая лежит у нас в холле здесь. Да. Там практически на каждом листе мы родимые. Тут у нас дом культуры, тут у нас великолепный детский садик. А почему? А потому что у нас были наши деньги. С нас содрали, три шкуры с этими налогами. И пустили, как это должно было пуститься. Да? И вот мы это сделали. А не то этим хватит. Теперь у нас это все забирают. Забирают. Вот. И на нас еще говорят, а что вы тут выпендриваетесь? Как хорошо, значит, вы ко всем всем нарубили. И еще я хочу вернуться. Вот мужички-то те ушли, а что я хотела сказать? В самом начале. Алексей и я, вот мы начинали с самого начала, но он продолжает, а я ушла. Вот. Мы говорим, доски объявления, и мы будем вешать объявления о проведении публичных слушаний, собраний каких-то, каких-то решений. У нас ненормированные рабочие деньги, а кто это будет, значит, нет, мы не обязаны это делать, кто будет развешивать? Алексей говорит, да мы найдем человека, нам только документы дайте. Нет. Хорошо. Они нам отвечают. Мы по закону должны оповещать население через газету «Новые рубежи». Хорошо. А если все читают? У нас теперь некоторые товарищи ее выписывают, от корки до корки прочитывают, в массы это все пускают, они узнали, что оказывается, и опять читают. Они стали, значит, печатать в этих новых рубежах мелким шрифтом, и еще они пишут так, например, «Участок номер 22». А кто знает, где этот участок номер 22? Все равно прочитывают, все равно каким-то образом узнают. И вот когда я, значит, сейчас я вам скажу, где это было у нас, где это было. Ладно, сейчас приду с мыслями. Ну, в общем, факт тот, что до народа, а, вот, все, на суде, до народа это все не доходит. Что там где-то чего-то. Вот сегодня говорят, а мы никто ничего не знали, где что-чего. А потому что вот этот механизм специально сделали, чтобы людей подальше. Публичные слушания носят рекомендарительный характер, объявления мы не вывешиваем, нафиг мы нам всем нужны. И вот вы говорите, а мы вообще не знаем своих депутатов. Я сейчас не хочу себя хвалить, наоборот. Это было, знаете, вот с подколкой. Значит, сейчас я вам скажу, они Новый год отмечали, а мне потом передали. Значит, Смирнов тогда у нас был, Александр Валерьевич, после веселья хорошего, он и говорит, у нас есть такая депутат Лапикова, которая забросала нас документами, заявлениями, я специально на нее человека выделила, пускай он с ней разбирается. То есть вопрос от того, а кто в депутатах человеческий фактор? Вот понимаете, как говорят, есть люди, которые за очень большие деньги работают, есть люди, которым заплатят, и они будут работать, а есть люди, которым можно вообще ничего не платить, они все равно будут работать. И вот я сейчас говорю про команду, вот они ушли эти люди, а я говорю про команду, потому что когда Ян, Алексей и Галя Розуваева, это второй наше, вот это на 5 лет собрание было, и мы решали вопрос о нашей амбулатории. Наша земля, деньги, документацию, Рустам Шамильевич, это он мне все рассказывал, документацию они подготовили, все сделали, а дело не идет. Вот Гладышев делает запрос, запрос, должны мы ему по закону денег передать. И он просит, сколько? 100 миллионов. Мы ему отправляем с пакетом документов. Это опять мне говорил Рустам Шамильевич, что они в пакете документов пишут, что Одинцова эти 100 миллионов пошлет на ремонт школы в Горках 10 и начало строительства амбулатории в Успенском, потому что на наш это все не переведено, это все там, в районе. Ну и что, год прошел и ничего. Второй год 150 миллионов, я поднимаю против, Алексей поднимает против, Галя поднимает против, и у нас это не проходит. Что нам Горяев говорит? Вот сейчас приедет Гладышев, спросит, почему? Кто с ним будет разговаривать? Вы все под ним ходите. Я говорю, я с ним буду говорить, я не хожу, я пенсионерка уже нигде не работающая. И вот я не знаю, как там у них чего сложилось, но начали ремонтировать школу и построили амбулаторию нам. Только теперь, надо же, вот было, значит, ну два года назад точно, может быть три года назад, просто я сейчас забыла тот год, в Одинцово нас собирали в этом волейбольном центре, все 16 сельских и городских поселений Одинцовского района, 3000 людей там присутствовало, это первая вот была встреча по слиянию с Одинцовым. Давали микрофон только своим карманным. От нас только двое прорвались, только они начали говорить от буквы закона, статья такая-то, параграф такой-то, страница такая-то, тут же начали орать. Выключите им микрофон, заберите у них микрофон, понимая, что такое происходит, мы три часа там сидим. Люди вот так вот стали рядами выходить. Эти сидят в кредитинге, смотрят, что там дальше-то происходит. А в газетке было, все конструктивно, все хорошо, значит, вот эти за, вот эти двое против, и все а-ля-ля, а-ля-ля, все хорошо. И караван идет, собака лает, караван идет. И мы пришли к тому, что мы собрали эти подписи, а они все равно нас туда объединили. Почему? Потому что сверху так решили. Я начальник, ты дурак. Батька сказал, корову бойку съела, значит, поэтому я говорю сейчас. А нашим они зовут. Вот мы же в районе смогли сдвинуть, и амбулаторию нам построили, потому что по закону, если вот не проходит этот вопрос, значит, не проходит все. Так и тут, если мы выберем наших людей, к ним можно толпо будет обращаться, и они тебя услышат, и они будут, ну, понимать тебе. Вот они там сидели рядом со мной, к этому, к Володе, а вот чего он начал, я говорю, вы помолчите, вы не услышали, он с этого начал. Он прочитал свое. Но дело в том, что каждый человек будет отвечать за свое. Но это наши люди будут, и мы будем знать. Ведь я же из Успенки, у нас практически из Успенки, я не знаю, только один горяет. Ну, не знаю. Или он в 15-м году говорил, что он не против слияния. И сейчас он у нас с потрохами, в отличие от Тиняева. Вот, Тиняев до последнего стоял, там такой-сякой прям не мазанный. За своими. А этот очень хороший. Вот он у нас сейчас пройдет. Он мне сказал, а ты что, не знаешь, кого назначили, тобой выберут. Поэтому я не удивляюсь, что его туда выберут. Хотя он, например, в предварительных выборах, в горках десятых, они делали предварительные выборы «Единая Россия». Значит, восьмилетние бывшие, ну, сейчас теперь она начальная школа в горках десятых, фонарики, музыка, ля-ля-ля-ля-ля-ля, все отлично, все хорошо. Наши товарищи подходят и говорят, а что у вас тут? А у нас предварительные выборы. А почему никто ничего не знает? А мы сказали учителям, врачам, там еще как-то, между собой вот этот вот, да, который их прессует, они не могут сказать, потому что им работать надо. Ну и что, даже там, одна у нас вообще наша Успенская не прошла, слава тебе, господи, а он занял то ли девято, то ли десятое место. Понимаете? Даже вот так среди своих. Поэтому нам нужна команда, нам нужны люди, которые уже заявили. Я с ними была и на публичных слушаниях в Звенигороде, и на митинге в Звенигороде, и митинг был у нас по школам в 9-18 февраля, понимаете? И если выйти в интернет и почитать, вы их всех увидите, вы их всех услышите, и вы будете понимать, кто идет туда? Как много они сделали. И как много они все сделали. И вот именно нужно, чтобы там среди этих 40 человек как можно было, пардон, наших. Да. Мы все вроде бы наши, но почему-то получается наши и не наши. Наши, в смысле, наши, от людей, не вот эти функционеры всякие, аппаратчики, а наши, не важно, вот Звенигород, Назарьево, Успенская. Давайте просто в Совет вести своих людей. Народного. Вот над которыми не все такие ниточки вот эти профсоюзы. А сейчас я пришла к Горяеву последний раз, я ему принесла ответ, который мне дали от министра образования Московской области. Ну, естественно, описка самая натуральная. Он прочитал, ничего мне не сказал, но в разговоре он мне сказал, слушай, ты мне мешаешь работать. Как всегда. А мы мешаем, мы не мешаем. Вы понимаете? Это коронная фраза. Да, спасибо большое. Спасибо. Я, в общем... Одну реплику могу добавить? Да, да, конечно. Еще вот о важности, почему даже когда один человек проходит, вот мы в Звенигороде в прошлые выборы вот Совета, который сейчас будет распущен, вот нас прошел фактически... Да, это не важно. Да, Мария Уранова. Да, важно. Мария Уранова, Звенигород. Вот, у нас прошел вот один абсолютно такой вот из народа человек, Максим Сорокин, который изменить ситуацию в Совете не мог никак. То есть от его голосования решение вот ни одного вопроса не зависело. Но мы, весь город, имел информацию, что происходит в Совете, вообще, почему мы узнали, что нас будут объединять, почему мы успели выйти на митинги, почему мы успели вот сплотиться. Потому что была информация, даже когда проходит один человек из народа в Совет депутатов, он становится рупором. То есть уже не могут все вот решать свои дела так, как они привыкли, без огласки, втихаря, так, как надо администрации. Это тоже очень важно. Но мы надеемся, что мы не по одному пройдем, а команды. Так, подводя итоги, мы еще по школе, здесь активисты у нас по школе, пришли, у меня тут письмо на ноутбуке специально принес, мы еще с ними отдельно поработаем, чтобы сейчас всем письмо тут не зачитывал, это не всем интересно. Я, в общем-то, подводя итоги, хотел сказать, во-первых, рассказать, как будут эти выборы проходить, потому что, общаясь с людьми, вот я вчера в Лапино ездил, с бабушками общался, люди вообще не в курсе, как все будет проходить, и как, соответственно, голосовать. Значит, придя на выборы, вам дадут два бюллетеня. Один за партию, другой за пять конкретных людей. При голосовании за партию, вы должны понимать, что ставя галочку за Единую Россию, первым это Иванов, ну и другие знакомые люди туда попадают. При голосовании, это можно ознакомиться, голосование по спискам, везде, каждая партия выдвигает список, и там есть первый номер, второй, третий. Я иду от партии Яблоко, но меня в этих списках нету. Я только во втором бюллетене, где за пять человек надо голосовать. Почему я призываю голосовать за партию Яблоко? Потому что первым в списке партии Яблоко идет как раз тот, кого уже озвучивали, Максим Сорокин. Это наш абсолютно человек, он из Венигорода, но он наш, и он будет представлять там наши интересы. То есть отбросьте здесь какие-то коммунистические взгляды, там демократические и так далее. Проголосовав за партию Яблоко, в Совете Депутатов будет плюс один наш человек. Это самое главное. Ну и, соответственно, я надеюсь, вы окажете мне доверие, поскольку Назарево, можно сказать, мой родной поселок, а вот наши активисты из Успенского, Семенкова, и Звенигорода, и Ершова будут помогать, чтобы я стал узнаваемым в тех местах, потому что наш четвертый округ, он теперь огромный. Это Назарево, Звенигород, Ершова, Успенская. Соответственно, если за меня проголосует одно Назарево, малая вероятность того, что я попаду. Мне нужны голоса и Звенигородцев, и Ершовцев, и Успенского. И также мы должны будем поддержать тоже наших кандидатов из Звенигорода, из Семенкова. Эти кандидаты будут от нашей команды, мы вам о них, так сказать, расскажем. Вот, ну, в общем-то, с меня, я надеюсь, все. Вот, спасибо всем, кто пришел, а мы сейчас еще по школе там, я покажу, то есть мы поработаем. Павел, знаете, у нас единственное, что если вдруг ты не пройдешь, ты нас все равно не бросишь. В любом случае, конечно, так же, как я иду, и мы будем с тобой в этом. Да, естественно, конечно, это даже без разговора. Но я иду, ну, вдруг, чтобы нас не бросло в Семен. Я как самый большой фанат нашей пятерки, но и шпарбалочные. Ходите. Да. Да. Спасибо всем большое. По поводу ЖКХ, пожалуйста, обращайтесь все к Владимиру. А я буду с вами. Да, он транслирует все эти вопросы, пока мы вот наладим технические вопросы взаимодействия с остальными. Сейчас можно всякому. Мы тебе все здесь не вот. Да. С друзьями, спасибо большое. Приветствую. Я там.